В Житомире в троллейбусе распылили газ в лицо военному, который заступился за пенсионерку. В Житомире произошел конфликт в троллейбусе между пассажирами, в ходе которого один из парней распылил газ из баллончика в лицо военному. После инцидента солдата госпитализировали, а молодого человека доставили в отделение полиции. Об этом 4 марта передает Суспильня. Как рассказала очевидец происшествия Оксана Гуменюк, корреспондент издания, конфликт вспыхнул вчера днем в троллейбусе, который двигался по маршруту номер 2 на отрезке между остановкой площадь Победы и улица Ольжича. По ее словам, все началось с того, что кондуктор сделала замечание пенсионерке, которая хотела ехать на льготных условиях. Но так как такое время с 10,00 до 16,00 уже прошло, кондуктор настаивала на том, чтобы высадить женщину из троллейбуса. За пенсионерку вступился военнослужащий. Мужчина был в военной форме с нашивками и с военным рюкзаком. Он стоял на задней площадке троллейбуса. После замечания военного двое молодых людей в возрасте до 20 лет, которые сидели на местах в среднем площадке троллейбуса, громко возмутились и начали словесно оскорблять военного, называя его льготник ничтожеством, рассказал Агуменюк. Когда же военный несколько раз призывал парней забрать свои слова обратно, те не только не извинились, но и перешли на нецензурную брань в его адрес. Тогда военный подошел к грубиянам, прижал их в углу и приказал извиниться. Подчеркиваю, он лишь зажал ребят, а не устроил драку, как про это сказала при мне кондуктор троллейбуса. В ответ один из парней выхватил баллончик и распылил газ в лицо военному, описало событие Агуменюк. Газ сразу разошелся по салону троллейбуса, и пассажиры начали кашлять, требуя открыть дверь. Водитель троллейбуса остановилась на светофоре и открыла дверь. Те двое парней попытались выпрыгнуть из троллейбуса. Одному из них действительно удалось убежать, а другого пострадавший военный поймал и не отпускал, хотя и не мог при этом открыть глаз забрызганных газом. Люди дали военному бутылку с водой, чтобы он мог умыться. Показательно, что он поделился этой водой и с тем парнем, которого держал, чтобы тот тоже смог смыть с себя газ, и ему попал на лицо, говорит очевидец. По требованию пассажиров водитель троллейбуса вызвала наряд полиции и скорую для военного. Представитель патрульной полиции Житомирской области Татьяна Насачук рассказала, что военного госпитализировали в травмпункт Житомирской городской больницы номер 2. А парня, который распылил газовый баллончик, доставили в Житомирского районного управления полиции. Также она добавила, что меру наказания агрессивному пассажиру будут определять в том числе и в зависимости от тяжести травм пострадавшего. Ранее сообщалось, что в Киеве пассажиры троллейбуса устроили драку с поножовщиной. Также мы писали о том, что в Мариуполе молодые люди устроили драку в троллейбусе из-за маски.